Чем поменялась моя внешность? Вроде не поменялась, просто я сейчас не накрашена, и у меня уже спало ламинирование ресниц, и брови тоже уже немножечко выгорели. Это сова, у меня все украшения, это сова. Благодарю, всем тоже привет. Нет, я не вожу машину, и, честно говоря, не уверена, что хочу. Вы знаете, конечно, когда я поезжу с нашими таксистами, то мне хочется, но все равно. Да, если вы смотрели сегодня мои сторис, то я там показала, что сегодня от моего имени какие-то мошенники пишут всем в Телеграме, собирая деньги, и уже нашлось несколько человек, которые, блин, зачем-то оплатили, я не знаю вообще, кто. Я просто не знаю, ну как можно додуматься, отправить, блин, деньги на чужую карту какому-то бляха Алексею, когда как бы пишу я, почему тогда я дую карту вообще Сбербанка, если живу в Украине, еще и какого-то Алексея, ну это просто маразм. Короче говоря, несколько людей нашлось, которые попали на это. Ну, грустно-обидно, но я тут, к сожалению, к счастью, точнее, я тут ни при чем, к сожалению, это от моего имени, но зато теперь будете умнее. Хорошо, что 10 тысяч, потому что у меня знакомая на 60 попала с такими вот. Но нужно быть осторожными, конечно, но логично, представляете, я бы сидела всем сама спонсором, сама бы написывала, привет, приглашаю тебя в свои спонсоры, это же еще только после прилета, это просто даже нелогично. Нужно чуть-чуть включать. Мне сегодня все утро, все утро приходили сообщения от моих знакомых. Ну что, Соня, Соня, у тебя там гифт, да, правда? Соня, ты точно мне пишешь? Я всем отвечаю. Нет, это не я. Детокс, ну это я, образно говоря, детокс. То есть у нас будет лайтовое питание сейчас, легкое, потому что, знаете, на Мальдивах, ну именно вот в нашем отеле, я не знаю, в чем причина, может быть, потому что сезон такой, там очень много людей, так скажем, восточной национальности, и питание было очень, ну, такое, очень, знаете, зажаренное, все в сусах, ну такое, как бы, тяжелое, и очень мало, ну, такого легкого, простого, знаете, очень мало, и устали и мы, и дети. Я у Давида почувствовала первый раз за всю жизнь запах изо рта, что ни о чем хорошем не свидетельствует, естественно, и мне это очень нравится, это больше всего. Мне обидно, потому что, ну, по факту, если ты не ешь мясо, все, что там было в отеле, это, ну, в основном рис, кукуруза и огурцы, которые там были такие себе, и, скажите мне, пожалуйста, которые, знаете, вот всякие овощные вот эти рагу, они такие все, ну, такое ощущение, знаете, что-то, что вчера на завтрак там не или на когда, или на ужин не доели, то сегодня приготовили, ну, такое вот эти все рагу, там, в соусах, я такое не люблю кушать, такое, мешанину, поэтому таким не кормлю. Ну, короче говоря, в итоге питание было не самым лучшим, непривычным для нас, и, да, и теперь будут вот детки питаться. Я буду каждый день показывать, я смотрю, что это актуально, поэтому вот сегодня была гречка. На ужин, я думаю, что сейчас будут фрукты, потому что, ну, как бы, тяжелые пищи дети не хотят. Может быть, еще вот эти печеные овощи дети поедят. Сколько у меня был отек после удаления зуба? Отек, точнее, отек, отек был около недели, но после того, как спал отек, появилась жуткая боль. И у меня всего вот около месяца после удаления еще болел зуб сильно. Причем, кстати, болел зуб, он начинал болеть после любых нагрузок. Вот мне сказали, типа, нельзя там, ну, минимум две недели заниматься в зале. И реально, ну, блин, то есть, грубо говоря, мы там с Димой сексом позанимались, да, я там чуть перенапряглась, видимо, и заболел зуб. То есть, ну, как бы, даже зал, да, зал реально противопоказан, потому что просто, видимо, то или как-то кровь приливает или что, но прям очень, очень было больно. Ребят, я считаю, что если человек решил скрыться и что-то умолчать, то некрасиво без его воли лезть в его жизнь. Настя Заворотнюк или Лена Горд или кто угодно, если они сами лично не говорят о какой-то информации, я просто считаю что-то некрасивым спрашивать у других людей и лезть туда, куда не надо. Но если так случилось, если человек удалился, если человек скрывается, если человек там что-то пытается, не знаю, не показывать, значит, ему так хочется, зачем, зачем туда углубляться. У Лены Горд все хорошо, вы не переживайте, она жива, самое главное, жива, здорова, все хорошо. А если она решит вернуться и рассказать, то это будет ее решение, и мы все этого дождемся, правда? Ребят, я никакие ситуации ни с теми малышами тоже не хочу комментировать, потому что я в тех ситуациях не была, и как бы некрасиво тоже, правда? Как можно ускорить роды, а зачем ускорять роды? У каждого свои роды, они такие, какими должны быть. Моей Джамиле однажды роженица рожала 5 суток, на 5-е родила. Такое тоже бывает. Можете почитать о прекрасных родах Аумы Ани Семенюк, о которой я рассказывала сториз, очень интересная история. Мы живем в Киеве, мы из Украины. Перед сном я детей не кормлю, ну я вообще придерживаюсь того, что прям перед сном, если они попросят где-то там незадолго до сна, то я им даю какие-то фрукты, вот они фреши пьют, у меня такое. Но ничего тяжелого обычно, ну если они вдруг там, мне бывает, может сказать, там, хочу то, тогда я могу, конечно, дать. Вот, а так в целом, вот уже на такой поздний, или это фрукты, ну или овощи, то есть как бы может быть какая-то легкая каша. Организм готовится к родам по-разному, понимаете? Мы все очень разные, очень индивидуальные. Например, после тех же самых там любых оперативных вмешательств, особенно после кесарева, обычно следующие роды более долгие, сложные, потому что организм больше работает на то, чтобы для женщин это было мягко, то есть да, на сохранение вот этого всего, нежели на как бы отторжение, ну, как бы плода. То есть как бы немножечко более затянутые роды получаются. Но на самом деле, просто у кого-то, например, у меня знакомая рожала, ну даже вот сейчас, у меня знакомая рожала, получается, первого ребенка достаточно быстро, но очень болезненно, знаете, такие стремительные были роды. А вторые роды у нее были, ну, прям близкая знакомая, а вторые роды у нее были тоже где-то, ну, что-то около 30 часов, то есть подольше, но при этом она говорит, что практически не было таких болезненных сваток. То есть они были более легкие, более такие лайтовые. То есть несмотря на то, что они были дольше, но они были не такие стремительные и болезненные. То есть это тоже имеет право быть. У меня, например, тоже Джамиля Май там своих, я не знаю, как первого, знаю, что последнего, что вот средних трех она рожала достаточно быстро, я при первом уже не помню. А вот тоже последние роды у нее тоже дольше, чем обычно. Если там она там за 5-6 часов справлялась, то тут она сутки рожала. Она тоже говорит, что были зато очень тяжелые потуги, но при этом очень легкие, сладкие, не такие болезненные, как раньше. Мы индивидуальные, и каждая рода индивидуальна. Не то, что даже, мало то, что каждая женщина индивидуальна, еще и каждая рода тоже. И первые, вторые, третьи, четвертые, они все отличаются. Это не зависит там от того, как рожала наша мама. Это вообще так глупо, знаете, типа там, вот есть какая-то там предрасположенность к родам. Знаете, вот если мама родила легко, значит, я рожу легко. Ну, это не так. Если мама родила тяжело, я рожу тяжело. Блин, нет, тем более, учитывая, что тяжело, это такое, учитывая наши условия роддома, то никто не знает, что именно там значит тяжело. Может, там все было нормально, просто, как обычно, постарались, понимаете. Поэтому вот так. Ну, да все, я же говорю, и болевой порог, и все. Что у тебя случилось, котик мой? Что-то упало у тебя? Так что, если резко начнутся роды, ну, чего они резко прямо начнутся? Ну, если начнутся, начнутся, ну, не бывает же такого, что прям, типа, резко начинаются, и все, я сразу рожаю. В любом случае, там, раскрыть это какое-то время идет. За 40 минут мало кто рожает. Это прям очень редкая ситуация, на самом деле. Вот, а там я буду уже решать, смотреть, что дети делают, как быть. Ну, в целом, у нас должна быть дома помощница. Если что, я ее в любой момент могу позвать, которая будет с детками в этот момент. Ну, я не считаю, как бы, в принципе, это тоже каждый решает сам, но я не считаю необходимость маленьким детям, которые еще не понимают всего этого, ну, как бы, видеть весь этот процесс. Потому что они, скорее всего, будут переживать и вряд ли полностью понимать и осознавать, что именно происходит. Поэтому зачем? То, что... Нет, все фото в этой поездке у меня сделаны еще на мой XS Max. А 11-й я себе... Я еще не решила точно, я хочу покупать про или просто 11-й. Лолита таскает бутылку от воды. Понимаете, да? Я, короче, завтра должен быть старт продаж, и я завтра пойду и буду смотреть, какой мне больше нравится. Потому что из прошлой серии мне XR нравится... Лола, что такое? Не таскай бутылку, Китя, не таскай ее. Благодарю вас. Короче, завтра буду решать. И уже буду себе покупать. Я сейчас новое завтра себе куплю. Потому что я их потеряла до поездки. Очень-очень тупо потеряла. Соня натупила. Ну, да, потому что это редкость. Ну, такие бывают, да, это вау. Как узнала о беременности? Сделала тест и офигела. Что такое у тебя опять? А зачем ты писать туда лезешь, Туся? Господи, боже мой. Сколько стоит телефон? Посмотрите в вашем городе, сколько он стоит. В России дешевле айфона, чем в Украине. Я вот вчера узнала и удивилась. Не знаю, глючит ли одиннадцатый. У меня XS Max. И он жутко глючит, особенно последнее время. И просто шесть. И я поэтому хочу его покупать. Потому что уже невозможно. Блин, почему мне брови загибаются? Да, я пользовалась менструальной чашей в Таиланде. И, в принципе, если недолго и правильно использовать, то это удобно и экологично. Из-за чего бывает плохой запах изо рта? Из-за зашлакованности организма. Из-за того, что организм загажен, чем не нужно. Идеальное состояние здоровое организма человека – это как состояние маленьких детей. Вот прям, да? Когда не воняют потом ноги. Когда, в принципе, пот не воняет, подмышки не воняют. Когда не воняет изо рта. Когда не грязнится голова. Каждый день, понимаете? Вот это идеальное состояние здоровья. Все, что дальше происходит – это уже вот такой вот загрязненный организм. Когда воняет пот. Когда воняют ноги. Когда воняют изо рта. Я вот говорю, что когда у меня было вот прям очень чистое питание, без рыбы и так далее, у меня вообще этого ничего не было. Я забыла о том, что такое запах изо рта по утрам. И нет никакого стеснения там перед мужем. Целуешься себе спокойно, все хорошо. Хлорофилл тоже в этом помогает, да. Хлорофилл – это как внутренний дезодорант. Он убирает чуть-чуть эти запахи. У меня не идеальное состояние, потому что за жизнь мой организм зашлаковался. Ого-го-как. И я тоже не идеально питаюсь. Но получше, чем может быть, и чем бывало. Я, например, не пользуюсь дезодорантами вообще никогда. Очень редко вот только кристаллам. Но я забываю в основном пользоваться. Редко, если прям чувствую, что там сильно потею, сильно обильно потею в патоотделении. Но в целом я не пользуюсь дезодорантами, я не пользуюсь никакими парфюмами, потому что мне от них плохо. Редко тоже, если прям там, если куда-то на мероприятие. Я там могу один раз чуть-чуть на волосы. Хлорофилл можно пить в любом состоянии. Постоянно у него нету противопоказаний. Это не бата, даже не суперфуд. Это хлорофилл. Он безредный. Почему рыбу оставила в рационе? Ну, потому что во время бренности грудного скармливания сильно менять свой рацион не совсем просто и даже не совсем правильно, я бы так сказала. Поэтому буду уже экспериментировать совсем после. После того, как закончу кормить. У нас был котик. Замечательный, прекрасный Брюс. Но когда я уходила, а Дима переезжала, я его оставила у Димы. Потом, когда Дима ко мне въезжал на эту квартиру, мы Брюса отдали моим родителям. И это было хорошее решение. Потому что, во-первых, на эту квартиру, в принципе, нельзя с животных. Во-вторых, Лола за Брюсом гоняется. Она его хватает. Ей очень нравится Брюс. Брюсу это не нравится. И Брюсу реально гораздо лучше жить у родителей. Мы с ним видимся, если что. Но когда приходит Лола в гости к бабушке и дедушке, Брюс прячется в самый дальний уголок квартиры. Вот. В форме спирулиновой любой. Лучше понимаете, как вам больше нравится. Я пью капсулами из моего лукошка. Я хотела пять детей. Хочу до сих пор пять детей. Но вообще я хочу столько, сколько мне уготовано, так сказать. Это не значит, что, конечно, там плодится безудержно. Все с умой. Но ближайшие лет десять я бы отдохнула. И я хочу уже последних двух после тридцати. Потому что пока что хватит. Пока что этим надо дать должное воспитание, внимание, образование, вот так. Короче говоря, пока что я бы остановилась на самом деле. Я надеюсь, Дмитрий меня поймет. А то Дмитрия вечно какие-то другие планы на жизнь оказываются. Но он вроде согласен. Девочку ждем. Кто еще тут не в курсе, не смотрит мои посты? Я не поняла. Мы не вегетарианцы, не веганы, не бескетарианцы. Я не люблю себя никак обзывать. Если мне припечет, я могу где-то съесть пиццу с сыром. Если мне очень захочется, я съем ту несчастную мороженку. Понимаете, я не хочу себя ограничивать. Я не ем глютен, знаете. Или я не пью кофе. Мне не нравится такое говорить. Я в основном не пью кофе и не употребляю кофеин. В основном, в основе моего рациона не бывает ни кофе, ни черного чая, ни зеленого чая, ни какао, ни глютена. В основе рациона. Тем не менее, это не значит, что раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода я не захочу, мне не приспичат где-нибудь что-то такое вредное съесть. Просто потому, что захочется. И я это сделаю. Вот мне, например, в аэропорту я реально себя чувствовала просто. И не было ничего. Ни фрешей. Газировка была только, знаете, не sparkling water, а именно вот эта, как это называется, сода. А сода это не очень хорошо. Ну, короче, ничего не было, кроме обычной воды. И чаев тоже не было, только пакетировано. Я решила, что уже лучше кофе. И я, например, в аэропорту в Дохе выпила кофе. И мне было нормально. И я этот кофе выпила первый раз за очень долго. Ну, наверное, больше, чем полгода. В первый вот за больше, чем полгода я выпила кофе. И нормально. У меня нет такого, о, Господи, я же не пью кофе. Какой ужас. Что я, что обо мне подумают люди? Что я сама о себе подумаю? Я же нарушаю свой принцип. У меня такого нет. У меня как бы, я знаю, что все хорошо. Что я стражу за рационом. И если мне приспичит, я это сделаю и не буду грызть. Смотрите, себя. Лолитка, давай я тебе помогу. Ну, что ты такая неосторожная? У нас Лола просто. Это человек, знаете, у меня Давид гиперосторожный. Он 10 раз посмотрит под ноги. Когда он идет, он все там обдумает. А Лола как танк. Она прет себе. Ей вообще все равно. Она все время где-то врезается, падает. Вот это ее тема просто. Она какая-то неуклюжая у нас чуть-чуть. Что такое? А зачем ты так делаешь? Я не понимаю. Хочешь ко мне в эфир? Да, Лола хочет к нам в эфир. Скажи привет, Лолит. Скажи, смотрите, какая я красотка обалденная, да? Казья красивее, чем мама. Такая моя лодка. Нет, карандашики нам не надо. Такой у меня ребенок. Нет, я ни с кем никогда не ссорюсь. Я, в принципе, не конфликтный человек, поэтому не люблю это дело. У детей так же, опять же, я говорю. У меня нету, знаете, вот этого вот, типа, никогда в жизни ни в коем случае нельзя. Ну, когда нету вариантов, или когда, ну, хочется, доведу пиццу. Ну, что, вот хочется, и все. Я с ней не могу договориться, там, на рис. Лоли, тебе дать телефону? А где тебе? Лола, ну ты что ты, вот это? А, ну, давай, давай, хорошо, давай, ребят. Да, давай. Давай. А Лола просит планшет. Ой, это Лола. Планшет, да? Скажи, планшет. Да. Давай, я тебе сейчас включу, да включу. Господи, Лолита, сейчас, подождите. Это, ой, боже мой. Я тут засветила, что не надо было. Так, все. Сейчас, одну секунду. Вот, на тебе. Короче, сольки. Я не специально. Почему на странице написано, что я беременна 5 лет? Потому что я беременна с 2014 года постоянно. Потому что это такая шутка. Не знаю, если вы не смотрите, чего вы не смотрите мои сторис? Я сторис выкладываю какую-то свою старую фотку. Говорю, на этой фотке я беременна. А на этой фотке я тоже беременна. Знаете, у меня все фотографии практически за мою жизнь. Я везде беременна. Ну, получается, я реально, я чувствую себя просто все время беременной. И поэтому я так написала. Потому что я реально постоянно беременная. Ну, и я когда спрашивала в сторис, говорю, вам тоже кажется, что я все время беременна? Мне ответили, да, там, какой-то 80%. Поэтому я постоянно беременна.